Всем-всем привет! Друзья, в своих выпусках ТОП-10 я несколько раз называл менеджмент этого клуба лучшим в мире. Они отлично работают с молодежью, не транжирят бюджет и умеют обыгрывать богатых футбольных монстров. Сегодня речь об Арусии. Как всегда, для начала делим игроков и их доходы на пять категорий. Парни из списка молодежь и запас в Дортмунде зарабатывают до двух миллионов евро в год. Под основой до трех, основа от трех до шести, лидеры до девяти миллионов. И суперзвезды получают в Барусии свыше девяти миллионов евро в год. Начинаем с первой категории и тут целая россыпь перспективных парней. Около миллиона получают сразу четверо. Третий вратарь, воспитанник Доминик Райман, парню 20 лет, все впереди. Как и у 19-летнего форварда из Академии, якобы Ларсона. В юношеской лиге чемпионов он забивает почти в каждом матче для взрослой команды еще зеленой. Наверное, поэтому парня отправили зимой в аренду в Штутгарт. Зато 18-летний малыш центрбэк Дан Аксель Загаду, ростом под два метра, почему-то среди взрослых не чувствует себя чужим. Менеджеры Барусии только летом бесплатно переманили парня из Академии ПСЖ. А он уже стал почти основным. Класс! Похожая история с Джейденом Санчо. 17-летний полузащитник считается одним из главных мировых талантов. Поэтому летом Барусия не пожалела за него почти 8 миллионов евро. И выкупила из Академии Ман-Сити. Только в январе Барусия подписала еще одного молодого парня, Мануэля Аканджи из Базеля. Швейцарский защитник так уверенно играл на родине, что шмели отдали за него больше 20 миллионов евро. Зарплата парня пока точно неизвестна, но вроде около полутора. Примерно столько же получает летний новичок, правый защитник Джереми Толян. Также полтора зарабатывает суперталант Кристиан Пулешич, очень крутой полузащитник. В 19 лет стал одним из лидеров Барусии и сборной США. И последний в этой категории 18-летний форвард Александр Исак. Пока вышел лишь в четырех матчах сезона, потихоньку обретает уверенность. В общем, вы поняли, чьи имена нужно запомнить. Первый раз за всю историю программы категория молодежь и запас настолько интересная. А теперь под основой. Они уже успели себя проявить в больших матчах. Это, например, запасной голтипер Роман Вейденфеллер. Два в год. Славный герой прошлого провел в клубе 16 лет и летом, видимо, завершит карьеру. Не очень обстоят дела и уже у 25-летнего Эрика Дурма. С травмами очень не везет в этом сезоне капитану Марселю Шмельцеру. А так он свои почти 3 миллиона отрабатывает честно. Как и основной голтипер Роман Бюртия. В среднем он совершает по три сейва каждую игру. Только вот в обороне у Дортмунда в этом сезоне беспорядок. Хотя к правому защитнику Лукашу Пищику 3-2 в год претензий минимум. По оценкам Хускорт он лучший в защитной линии. Жаль, больше половины матчей пропустил из-за травмы. Еще хуже дела у защитника Себастьяна Роде. Он не сыграл ни одного матча в этом сезоне из-за серьезного повреждения. В общем, вы поняли, почему все так плохо с защитой. Одни травмы. Возможно, это одна из причин увольнения главного тренера Петера Боша. Он тоже был в этой категории с окладом 2,5 в год. Новый наставник Петер Штейдер вроде как получает немногим меньшее. А снова те, без кого не представить нынешнюю Борусию. Второе дыхание в этом сезоне открылось у Нури Шахина. 4 с небольшим зарабатывает то ли партнер турка, то ли конкурент за место в центре поля Гонсало Кастро. Справедливо. А чемпиону Европы под португальцу Рафаэлю Геррейра 4,5 в год в этом сезоне очень мешают травмы. Еще один. Зато новичок Амер Топрак очень пригодился в центре защиты. 4,7 в год. 5 зарабатывает Андре Щурли. Еще недавно он забивал за Челси, а теперь его пытаются сбагрить в аренду куда угодно. А вот Синзи Кагава играет регулярно, хотя и не так ярко, как при Клопе. 5,2 в год. Такая же зарплата у центрбека Сократиса Папастотополоса. Грек в железной основе действует уверенно. И последний в этой категории, один из главных немецких талантов последних лет, Юлиан Вайголь. Им уже интересовались Реал и МЮ, поэтому зарплата 5,8. Хотя многие отмечают, полузащитник перестал прогрессировать. Ну и лидеры, те, кто по идее и должен тащить команду вперед. Первый здесь украинец Андрей Ермоленко, 7 миллионов в год. В начале сезона он был очень хорош, фаны Шмелей даже придумали ему прозвище Ерголенко. Правда, сейчас он сел на банку. А вот другой новичок, центральный полузащитник Махмуд Даут, свои 7 миллионов пока вообще не оправдывает и играет редко. Зато еще один новичок, Максимилиан Филипп, по оценкам, один из лучших в команде. Жаль, из-за серьезной травмы Вингер не играет с ноября. Заслуженный или нет, его 8 миллионов в год решайте сами. Такая же непонятная ситуация и с Марио Детце. С одной стороны набирает обороты, с другой на почти 9 миллионов в год явно не выглядит. Но из суперзвезды тут Марка Ройс, который, несмотря на предложение почти всех мировых грандов, остался в клубе и, когда не травмирован, честно зарабатывает свои 9,3 миллиона. Жаль, почти весь этот сезон немец пропустил из-за серьезной травмы колена. Тотальная невезуха. Также в этой категории был один из лучших бомбардиров мира Пьер Америк Абемьянг. Почти 10 в год. И вот он вообще не знает, что такое травмы. Парень, ты точно был в Баруси? Заменить габонца пытается Мишибетшуа из Челси 5,2 в год. Но он только в аренде, причем без права выкупа. И лучший, тут без вопросов, Кристиан Пулешич. Лучший футболист прошлого года в США. В свои 19 играет очень по-взрослому. Быстрый, техничный, создает опасные моменты и обводит каждый матч по 3-4 соперника. Он лучший по этому показателю во всей Бундеслиге. А еще он сейчас один из самых дорогих футболистов команды, по оценкам Трансфермаркт. Но зарабатывает всего полтора в год, как какой-то дублер. При этом Пулешич – воспитанник Баруси, но оклад пора бы и повысить. А так, в первой половине сезона американец провел во всех турнирах 23 матча. То есть за один его выход на поле Шмели платит всего лишь 32 тысячи евро. Главное – удержить его в команде, умоляю, прошу, только не в Баварию. А теперь вы готовы? Точно готовы? Тогда сравниваем с землей. Сегодня двоих. Андре Щурли и Махмуда Дауда. Первый стал абсолютно средним футболистом и свои 5 миллионов точно никак не заслуживает. А второй – это вообще полный ужас. Даут является одним из самых высокооплачиваемых футболистов в Бундеслиге. А к быстрому футболу Боша он не смог адаптироваться вообще. Оказался очень медлительным, часто терял мяч и давал бездарные передачи. В итоге потерял место в составе. Журнал Титер за первый круг ему поставил ужасную оценку 3,5 и включил в сборную разочарований. Но зато 7 лямов в год. Он в первом круге провел 11 неполных матчей. Это 478 минут. То есть за одну минуту на поле Даут зарабатывает больше 7 тысяч евро. Или в рублях примерно полмиллиона. За минуту на поле. То есть за каждую минуту Даут может покупать по новой ладе гранта в полном фарше. А если немцу удастся провести на поле всю игру, можно будет организовать свой таксопарк где-нибудь в Люберцах. А что, ближневосточный корни мог бы нормально зарабатывать в хороший бизнес? Пишите, кто лучший и худший в Дортмунде по зарплате и приносимой пользе. И обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. Тогда первыми узнаете о новых видео. Прошлый выпуск про зарплаты в Атлетику смотрите здесь. А шоу 5 причин, где мы поспорили, возьмет ли ПСЖ Лигу Чемпионов в этом сезоне, увидите вот тут. Александр Журавлев, пока.